Всем привет! Вы на канале Просто Детки и мы продолжаем обзор сказок про мимимишек. Мы с вами уже рассмотрели три сказки Звездное Небо, Грибы и Листья и Фото Охота. И сегодня мы рассмотрим последнюю на данный момент опубликованную сказку. Это путешествие. А в будущем, как вы видите, планируется еще много сказок быть выпущены, но пока мы всего только четыре. И четвертую мы сегодня с вами рассматриваем. Мимимишки. Книжки путешествия. Привет, тучка! Что это ты делаешь? Привет, Кеша! Да вот, в путешествие собираюсь. Куда? В путешествие? А давай я тоже пойду. Ну хорошо, пойдем. Помоги тучке собраться в поход. А нам нужно взять только самое необходимое. Так, возьми с собой веревку, фотоаппарат, аптечку, миску, какую-то кирку, компас, спальный мешок, наверное, и какую-то банку с чем-то, с медом, наверное, да? Ну, давайте попробуем. Итак, вот миска. Дальше, вот аптечка. Веревочка. Так, дальше, что у нас? Какая-то банка вот. Какая-то сначала гирю нужно убрать. Ого! Вы слышали? Смотрите. Гиря дырку делает. А интересно, если она проделает ее очень большой. Что будет? А, вот, понятно. Под этим знаком дорожным. Компас. Так, дальше. Спальный мешок, наверное, да? Или что это? Кирку кто-то в наш домик всунул. А вот и баночка, которая, на которой гиря стояла. Что это за баночка? Я не пойму, такая. Почему ее нельзя? Она же была нарисована у нас. Ну вот. А что осталось? Я не знаю даже. Припасы какие-то. Подушка. Нет. Так, я же потерялся. Санки. Нет. Бутылка эта. Нет. Тоже нет. Мед. А, вот. В меде фотоаппарат был. Точнее, не в меде, а в улей в этом. И все, наконец-то. Обожали путешествовать. Только и пешком. Пешком далеко не уйдешь. Много вещей на себе не унесешь. Много не повидаешь. То есть заблудиться можно. Не заблудимся. У меня компас есть. Ого! А у меня идея есть. О! А у тебя есть веревка? Найти веревку. Ну так веревку уж мы ему давали. Вот она. Отлично! Поройдет! В общем, приходи завтра с утра ко мне. И вещи свои захвати. Прикольно. А что же Кеша придумает? А у меня идея есть. Помоги Кеше выбрать, на чем отправиться в путешествие. Смотрите, получается, можно на воздушном шаре, можно на лодочке, а можно пешком, да? Ну, на воздушном шаре, наверное, да? Потому что... Отлично! Пойдет! Пойдет! Получается, у нас есть пазл, и нам его нужно собрать. Но, как я всегда во всех обзорах, в которых присутствуют пазлы, говорю так. Нужно брать какие-то угловые кусочки. Вот здесь видно, что этот пазл находится слева внизу. Теперь вот второй угловой кусочек. Это справа внизу. Вот есть угловой справа вверху. И наоборот, теперь слева вверху тоже угловой. А остальное это уже будет проще простого. Ну, в принципе, здесь и так не сложно, потому что у нас сзади есть картинка такая. Не совсем яркая. Если бы были настоящие пазлы, то, конечно, было бы на порядок сложнее собирать, когда бы не было у нас образца. А так, это, в принципе, ничего сложного. Потихоньку собираем. И, как видим, что у нас вырисовывается воздушный шар, да? Так, вот он левый центральный. И последний кусочек. Цивилизация. Ого. Итак, а какие же вещи Кеши нужно собрать? Мячик. Да, без мячиков в поход никуда. А дальше... Это что у нас такое? Свиток какой-то, наверное, карта. Она подсказывает, да, пилка. Для того, чтобы дрова пилить. Так, молоток нужен? А вдруг пригодится. Какая-то... Кувшин какой-то, в общем. Привет! Иннокентий! А что это такое? Это шар для нашего путешествия! Не просто шар, а воздушный шар. Ну что ты стоишь? Прыгай в корзину! Идем в путешествие! Не, тучка никуда не полетит. Тучка не летучий медведь. Почему? Шар понесет нас и все наши вещи! Мы не заблудимся! И не забьемся с пути! Потому что сверху все видно! Тучка никуда не полетит. Да и погода нелетная. Вот дела. А-а-а! Да, понял! Ты просто боишься летать! Я? Я не боюсь летать! Ну да, я думаю, если они полетят в такую погоду, то их точно куда-нибудь занесет. А-а-а! Папа с ней! Тучка! Куриша! Ох ты! Держись! Это урага! А как же уклоняться? Ага, вверх-вниз можно, да? Понятно. Всякие электропоры в лесу. Ой! Листья, птички. Опять электропора. Опять куски деревьев и листья. А вот и само дерево. А главное, птицы летят в такую погоду, хоть бы им что. Ветер их не сдувает, да? Главное, чтобы шарик наш сейчас не лопнул. А то падает, наверное, высоко. До незнакомой местности. Ну, осталось совсем чуть-чуть. Естественно, мы врежемся или приземлимся. Ого! Класс! Да, ты был прав. На шарик путешествовать нельзя. Пошли домой. Пешком. Ха-ха. Да куда мы пойдем? Нас далеко занесло. Тучка дороги не знает. Я же тоже дороги не знаю. Так у тебя же вроде компас есть. Ага. Только он в рюкзаке остался. А рюкзак у тебя дома. Тхе-хе. Вообще весело. И что же нам делать теперь? Помоги Кеше и Тучке сделать выбор, как им добраться домой. Или воздушный шар. Или... Какие варианты? Получается, нужно отремонтировать воздушный шар, да? А... Так... Давайте сначала его что? Помоем? Нет? Ну вот же, я хочу попшикать. Вот так вот, да. А теперь нужно, наверное... Мочалка это драйд, да? Это одна сторона. А со второй тоже самое сделать нужно? Я думаю, да. Так же сама мочалочка его оттираем. О, блестит как новенький. Так, что у нас дальше? Ага, смотрите, у нас здесь вот теперь нужно сделать заплатку. Ставим заплатку. Но зашивать, наверное, ее нельзя, потому что тогда шар проткнется, скорее всего. Или как? Оказывается, нужно зашивать, да, чтобы держалось. Так, пуговица куда у нас ставится? Вот сюда. Вот сюда. Чтобы держалось трос, который крепит корзину. И пришиваем теперь пуговичку. Что-то еще нам делать нужно? А-а-а, что это? Не хватает у нас в корзине, получается. Доски одной, да? Наносим клей. И вставляем досточку. Ну, а теперь все или что-то еще есть? Значит, мы не отмыли еще корзину. Да, она тоже грязная. Надеюсь, теперь все? Ух ты! Как новенький, такой красивенький, розовенький. Ага, нам теперь нужно добраться домой, да? Ну что же, полетели? Так. Как бы нам не заблудиться. А что это за такая статуя в виде Кеши? Это просто для красоты? А я думал, слетать, узнать. Вдруг там еще один Кеша какой-то живет. Ой, тучка, тучка. Что я говорю, Кеша? Я смотрю на корзину. Перепутал название. Все, вот мы прилетели. А вот и твой дом. Ура, мы нашлись! Так, собрать дрова для костра. Видим, вот одно полено. Отлично, пойдет. Это то. Второе. Это то. Найди то, над что можно подвесить котелок. А... Пууу, вот какие-то палки. Так, и найти котелок. Котелок висит прямо над дверью. Вдруг кто-то выйдет. И как раз на голову упадет. А теперь нужно зажечь огонь. Нажимай на бревна, чтобы разжечь костер. Это то. Это то. Спички детям не игрушка. Ага, мы тебя поняли. Улетай отсюда. Ну вот, короткое путешествие наших друзей подошло к концу. А и на этом наш обзор тоже. Если он вам понравился, то поддерживайте его своими лайками и комментариями. А также не забывайте делиться с другими детками. А кто еще не подписан, подписывайтесь и не пропускайте наши новинки. А еще хотел спросить. В... Этом приложении у нас очень много разных детских... Книжек. Вот видите, все они перед вами. Снежная королева. Всякие там симбы. Красные шапочки. Рыжие курочки. Гадкий утенок. И так далее. То есть, если вы хотите... Они же не просто как сказки, а сделаны так же, как мимимишки. То есть, именно интерактивные 3D. То есть, там все красиво так и интересно. Если вы скажете, что сказки другие тоже записывать, то я их приобрету и обязательно сделаю обзор. Так что, в своих комментариях, пожалуйста, указывайте. Хотите вы другие книжки на нашем канале? Или вам нравятся только мимимишки? Ничего другого вы не хотите. Ну вот и все. Пока-пока. До новых встреч. Оставайтесь с нами. Дальше будет только интересней.